здравствуйте сегодня хочу показать вам вот такую красивую полянку это сорт леночки лебедской скалис сорт довольно популярный это полу мини кто-то выращивает как мини мне очень нравится его расцветка именно листьев цветочек у него простенькие такие голубенькие но вот сама розеточка очень красивая поэтому на примере этого сорта я покажу вам как я сажаю их на фитиль уже рассказывала вам я использую какой торф и так дальше ну сейчас очень быстренько вам еще раз все повторю сейчас возьмем какой-нибудь можно вот этот большой взять для примера я буду использовать стаканчик 100 граммовый можно использовать горшочки вот такие вот диаметром 5 сантиметров в принципе мне все равно я одинаково они растут и в стаканчике и в таких вот горшочках просто в горшочках наверное поэстетичнее как бы красиво но очень я люблю стаканчики через них видно корыш корешки я также выращиваю ароидные кибискусы не такая вот у меня привычка видеть как растут корни сразу видно какие-то проблемы чтобы не запускать и так дальше и вот поэтому я и на фиалках тоже стала вот высаживать по большей части все стаканы фитильочек я продеваю вот так вот уже показывала вам не сквозь не вытягиваю его аж до верха а продеваю снизу вот таким вот образом если протягивать его до середины стакана как делают некоторые возможно будет чересчур влажно и будет загнивать корневая ниточки я использую вот такие это капроновый шнур для прошивки обуви мне очень нравится нравится намного больше чем вязаные нитки чем колготки капроновые и прочее этот шнур синтетический он не гниет несмотря на свою кажущуюся тонкость он очень хорошо тянет воду но при этом не так сильно как вязаные нитки поэтому ищите у себя такой вот шнурочек я рекомендую вот мне прям очень нравится вот я уже подготовила стаканчик для примера один вот так это все выглядит здесь у меня пучка смесь состоит из верхового торфа агробалт с для фиалок вы помните мы используем только верховой торф можно взять любой не обязательно агробалт с это может быть и торфы пин струб балтик пид естественно класс масс класс манх извините любимый ну и прочее сейчас очень большие выбора главное чтобы он был верховой и мне было поменьше мусора то здесь у меня 50 процентов торфа 50 процентов перлита я добавляю немножко вермикулита вот совсем чуть-чуть буквально два-три стакана на большую большой контейнер торфа там у меня литров 20 наверно вот совсем чуть-чуть потому что я мне кажется что с вермикулитом получше корневая развивается много не сыпьте если у вас на фитиле а поскольку у вас есть перлит плюс вермикулит и если вы немножко переборщите с вермикулитом будет все сильно замокать я обязательно добавляю 2-3 чайные ложки древесного угля можно покупать готовый древесный уголь цветочный есть на волдырь из и в интернете полно предложений стоит недорого также если у вас есть время в вас есть кому с этим заморочиться можно купить обычный уголь для барбекю вот барбеку шашлыкова на заправках продается в магазинах супермаркетах и самому его измельчить скажу вам сразу что это очень сложно сделать вы будете по я пробовала будете полностью все в этой угольной пыли все будет грязи и так дальше но если у вас есть место есть возможности возможно муж вам может помочь это конечно же экономии большой пак этого угля там стоит что-то в районе 300 рублей но если его весь издробить вам его хватит на несколько лет для цветов если надо обязательно смотреть чтобы этот уголь был без добавок вот смотрите состав на боковушечки упаковки и там обязательно написано что входит должно входить только вот должно быть написано древесный уголь и все никаких там не должно быть добавок типа для розжига для хорошего розжига дам какие-то примеси и так дальше это то есть берете чистые и спокойно себе применять и для цветов и так что еще еще я добавляю две ложечки микорат инсекта препарат 12 ну про него я расскажу вам как-нибудь это отдельно будет видео у меня все вот так вот у меня все готово стаканчик готов я начинаю пересаживать сначала я убираю винильные листочки или винильные листочки это молоденькие листики которые находятся внизу вот они видно они маленькие такие делаем розеточку как бы ровный чтобы она у нас была красавицей у нас принципе этот сорт и так любит расти очень красиво ему особо и не надо его формировать я буду пересаживать как бы с полной заменой корневой хочется мне как-то полностью поменять грунт люблю я когда новая корневая я полностью зачищаю старые корщики мне не жалко они очень быстро нарастают если вот полностью удалять практически не говорю что полностью зачищать лишь как мы омолаживаем фиалки нет я вот просто убираю как бы все старые как бы корни обязательно проверяю нет никаких гнилей каком состоянии у нас вот это вот стволик смотрим все красиво хорошо оставляю вот буквально то тут чуть-чуть и зачатки корешков не вот так вот будет достаточно как всегда мы делаем углубление я делаю такой вот штучкой вы можете пальчиком как удобно и просто вставляем сюда наш оба рубачок скажем так немножко прижимаю пальцами ну как немножко скажем так прижать надо так чтобы у вас уплотнился торф но конечно же не до состояния кирпичного зачем нужно следить за степенью уплотнения вот некоторые девочки жалуются на то что плохо тянет хитилек или как бы сразу тянул тянул потом перестал тянуть вот одной из причин не основной но все же одной из причин может быть вот такое вот плохое уплотнение земли то есть получается вы например изначально когда засыпали торф уплотнили хорошо вот например вот здесь вот пальцами потом сверху досыпали вставили свое растение там до фиалку к примеру и чуть-чуть прижали пальцами и получается что вот здесь где у вас хорошо уплотнен торф ветерочек работает он влажный земля соприкасаясь с ним начинает тоже мокреть это влага поднимается поднимается а потом у вас плохо утрамбованный торф и получается такие вот пузырьки как бы воздуха и фитиль просто не тянет дальше воду его сама влага дальше не поднимается вот она доходит до этого места где вот вы плохо уплотнили и все вода влага как бы просто перестает работать наверх она может быть тут где-то пробиваться где-то здесь пробиваться но вот если у вас плохо увлажненная уплотненная земля получается возможно вот может перестать работать в телечек обязательно смотрите ну естественно конечно же не тромбуки прям со всей силы но вот как-то это должно быть на уровне ощущений вот вы как пальцами когда прижимаете вы должны чувствовать что земля достаточно прижима прижата как я сейчас немножко добавляю землю так вот подсыпаем как-то земельку там где вы чуть-чуть прижали думаю мне достаточно как всегда немножечко увлажняем так вот и все вот такая вот у нас красота высажена сейчас конечно держится у меня очень хорошо поскольку корни я практически полностью все оборвала я не ставлю их сразу на фитиле я пока поставлю просто на полочку буквально неделю не знаю может даже меньше чтобы он как бы немножко хорошо стал держаться и только потом ставлю на фитиле очки я использую вот такие вот емкости это для меня полумение это контейнер по моему тут 0 5 до 0 5 миллиметров миллилитров очень удобно мне для менюшечки хватает вот так вот я вставляю и так вот удаливая водичку и таким вот образом у меня вот будет расти красота